31 августа 2024 год 3 ответа на три вопроса первое это чем мы собираемся платить там пенсии залезли долги будем чем мы будем платить пенсии пенсионерам украинцы как будем восстанавливать разоренную страну и так далее ответ на это очень просто посмотрите чем сейчас мы расплачиваемся мы как украинцы расплачиваться за оружие российскими деньгами это не перспектива когда я говорю про репарации это будущее но у нас есть уже данность надо данность на данный момент автология да то есть у нас есть уже нынешняя ситуация у нас сейчас замороженной европой российские активы и мозги используется на то чтобы расплачиваться за украинское оружие которое нам то есть украинское украина покупает оружие там у европы америки деньги за это мы берем из этих замороженных фондов да из процентов на эти замороженные уже прямо сейчас никогда не будет там это не перспектива это уже ну то что происходит нынче понятно откуда мы будем про пенсии россия будет расплачиваться как немцы за своего гитлера расплачивались до какой поры до 2010 года по моему да то всяким этим работягам евреям и так далее выплачивали компенсации россия будет то что от не останется конечно я уверен что там от этой рожка стана мало что останется будет нефтью там нефть в обмен на продовольствие будет что-нибудь в этом духе это какие же какие-то алмазные эти копии или что-нибудь такое будет использоваться в качестве долга понятно это сто процентов ну от этого россия никуда не денется второй вопрос это зачем вы воюете все равно вас кинуть с оружием то есть вы зависите от поставок оружия но я так тоже говорю что мы зависим от поставок вооружения западного зачем вы при зависимости от вооружения в плане вооружения других стран воюете потому что запад вас кинет как уже кидал и зачем это догибнете объясняю очень просто первых да действительно мы четырнадцатом году воевали нам никакой запад никакого оружия не давал мы за против заведомо более сильной страны россии воевали с четырнадцатого года и объясняю в чем дело то есть когда к тебе в хату заходит бандит со стволом то есть тут уже зависит от тебя ты будешь сражаться там даже если у тебя там ни ножа нету ничего там не знаю зубами ногтями там табуретками чем угодно то есть это зависит уже от человека понимаете от страны и от народа это зависит то есть будешь ты оказывать сопротивление или наверное как ты бы судя по твоему вопросу ты бы поступил так ты будешь ты защищать своих детей да нет уже делай раз у тебя есть ствол тогда делай с моими детьми с моей женой все же тебе хочется у тебя же ствол чего я буду зря пытаться тут рыпаться но я так понимаю это этот длой подход но это не наш подход то есть я не думаю что у кого-то на третьем году крупномасштабной войны есть еще сомнение что украинцы несмотря ни на что блин сопротивляется бьют в гораздо более сильного противника и по моему весьма эффективно если учитывать сейчас курск и где мы сейчас находимся в курске правда на третий год войны то есть сначала в киев был за три дня теперь мы не знаем а сколько продержится украинские вооруженные силы в курске и не пойдут ли они дальше в брянску москву там и так далее правда об этом же сейчас думаем так и третий вопрос чтобы не затягивать а напомните мне пишут из издевка я видимо напомните меня когда шли когда шли битвы за крым ну то есть имеется ведусь после четырех столовой так они идут или вы как считаете вот это то что мы там выносим аэродромы аэропорты то что мы выносим там положено все эту шнягу это что не подготовка это что не не борьба за крым это сейчас не дня но большой сюрприз а там ну есть когда мы может вот этот крымский блин один раз двадцать втором году лупанули по нему сейчас по нему даму пасим когда перекрыли воду в крым еще когда в пятнадцатом году я не помню уже когда это было это все вы понимаете что допустим три сорок первом году когда гитлер захватил минск это не значит сразу советская армия начала освобождать минск нет потом повоевала под москвой под сталинградом а потом вернулась освободила минск вот ровно также произойдет и здесь освободим крым освободим донецк освободим луганск все это будет освобождено и сильно удобрено вашими останками расисты я вам серьезно говорю оно уже довольно хорошо удобрено и полито вашей кровью все буду украины не переймайтесь